Хорошая и очень хорошая. Да, очень любопытный вопрос, как я хочу вам сказать, чтобы вам задать для ассистирования. У нас есть современные идеи абсолютно и старинные нарушения, средневеков, и природа, и есть природа. Соответственно, с самым годом, это первая словация, была модель, это как модель, современное слово человечество. Но у нас, конечно, представьте, они есть еще 15 минут. Вдруг вот в ванне, вы видите, должно расстроиться помещение, здесь стояли стол, и сравнение, и сравнение, и эти, вы видите, а вот эти фигуры, вы видите, о том же самом. Маленький дарит, и огромный гриал, он может представлять гриал, здесь просто угодно, в момента 36-7 метров, огромный-огромный, предваритель войска, которое он был в количестве много лет. И вот исход решал, при единах, Давиду и Гриалу. Ну, все, конечно, они живут, даже не дарит, и вот пришедут одним ударом, он получил Гриалу. Но не тот и был, из прощей, из такой простой летательной народе, вылазки в нем, в дарит, и смотри, какая-то анфитика, но неожиданно, единственное, что весь доспех, и сюда прыгнули, шли, вот этот ритм, то есть вот так внизу, не ждали, а получилось, что молдом был. И это, опять же, спор, в том, что мы путем не и себя, великанами царями, которые владеют всей нашей эстонской землей, но мы купцы, мы можем быть хитрее и смелее. Такое, как мы сейчас говорим. Ну вот, а теперь мы идем еще, может быть, другие тоже сюжеты. Ну что, посмотрим мы еще один сюжет о коварстве. Хотите? О коварстве. Тут два сюжета. И вот подобный мы видим, вот с одной стороны, видите, дама, которая держит ножницы и стригает волосы. Подобный с расположенной стороны. Кому-нибудь удобнее, заодно проверьте, что на деревянной спинке тоже такой же сюжет. Именно на боковине деревянной изображен Самсон и Далила. Так имя этой женщины коварной. Самсон, как вы поняли, он не знал поражений никогда в битве. Но враги захотели его схватить. Ну не тут-то было, не получалось. Он всех побеждал. Тогда подослали красивую женщину, чтобы его обольстить. Нашли слабое место. И Далила, обольстив этого Самсона, расспросила его. Он ей признался, что у него вся сила волоса. Она его опоила. И, когда он заснул, взяла ножницы, и волосы ему все на это взяла. Но тут уже мчатся враги, и захотели схватить Самсон. У них в этот раз это получилось. Такое бывает коварство женское проступает. И это так предостережение всем мужам, которые заседали здесь, гласывали все. Фактически, действительно, не богат и сильны. Ну, смотрите, говорите о подсвечении, о том, что это было. Ну, а вот еще одно коварство женское. Тоже здесь описано. Почему-то, да, в средние века считается, что мы через женщин коварство и даже это запечатляли. Ну, что в этом есть, да, блин. Испомним тот самый сюжет. А, смотри, на переднем плане возлюбленная царя Игра, да? Игна Диана Владимировна. Которая, ну, ненастойно себя повела сразу же после смерти мужа, сделала своего возлюбленной и упрекнула ее в этом некий Иоанн. Иоанн, как мы знаем, как Иоанна Крестителя. Она затаила против него злому месть и ждала случая ему отомстить. И такой случай представился, когда у Ирода был пир и прибыли гости, которых он хотел очень блажить и знал уже, что можно им такого преподать, чтобы они были удивлены и восторжены, просил совета у своей Иродиана. И она ему сказала следующее, пусть перед ними станцует моя дочь. И она хитро и знала, что дочь настолько обольстительно танцует, что все мужчины в восторге всегда от этого. И так случилось, смотрите. на дальнем плане мы видим самого царя Ирода. Право самого благодатного Дениана. Перед ними юная танцует девушка. И так случилось, что действительно все гости были настолько довольны и сам Ирод, что он в восторге вскрикнул. Все, что хочешь теперь у меня проси, Родиана. Любое твое желание я исполню тут же. И она говорит, ну малого хочу, принеси мне на блюде с серебряным голову Иоанна Хрестителя. Так что, опять же, какое коварство, Ирод не мог уже отказаться от своих слов. И пришлось бы выплыть эту просьбу, а другие головы, принеси мне на это все забыли. Но зато, когда был знатный пьер, еле обдуши, сохранилось перечисление, что было в меню, в речище некого грудь иные, и она близко, в середине 16 века, там было так случилось. 11 кур, 11 зайцев, 120 сумм домиков, которые находятся где у нас, кто догадался, что сейчас на этом месте, где вот этот лужица, пруд, домик. Нет? Еще какие версии, где это может быть? Нет? Логику включаем. Это у нас что за здание? Ратуши. То есть мы с вами в ратуши. А это виру? Нет? Я понял. Подождите, вирусские ворота с той стороны. Уверены? Вирусские ворота. А, бабушка. Абсолютно верно. Вот она, за ратушью идет улица Харию. Бывшие Хариюли, казничные ворота, которые имели тройную защиту. И сейчас, когда вы уходите на площадь, вы видите под стеклом, специально сохранившись в пристройке оснований вот этих самых башен, которые называли башни кающих и грешников. Потому что именно этой улице вы возили на место казни, висельная горка. В городе не казнили, считались нельзя. Казню горка скормять. Казнили за пределами. Но иногда грешник помогал, уж какой-то перед праздником каялся. Если перед праздником какой-то был благодушие в органистах или правителе, мы порой прощали. Поэтому эти башни называли башни кающихся грешников. А где вирусские башни? И что от них осталось? Ну-ка, поищем и поищем. Правильно. Но осталось, видите, вот эти две маленькие, которые все их знают, угадывают, но не представляют, что это была, кстати, целая конструкция. И когда мы идем к рынку вязаных из зимы, например, мы должны будем проходить сквозь башню. Ее башни нет, ее снесли, поэтому удобно проходили. Но те старые башенки сохранились. Как шесть ворот на христе, как хорошо был город укреплен. На ратуши, видите, шпиль был острый, готический. А Нигури в страде узнать? А навершие какая башня необычная, да? Совершенно другая. Ее перестраивали, горела она тоже, и воины повреждали ее, то же самое. Ну а иногда для моды. Вот в моде уже другой архитектурной стиле делали такие барочные, закругленные детали, как вот, например, на церковь святого духа. Видите, сейчас такой готический выйдет, а потом поменяли в такой богатой церкви. Еще что необычного, видите, чего-то не хватает, может быть. Макет 1530 года. Как будто бы, сейчас 1530 год. Как будто бы. Церкви нет православной, конечно. Ее построили только в 1900 году. А как в 1900 году православный собор Александра Невского, да? Поэтому, конечно, в 16 веке их помене нет. Зато смотрите, как хорошо сохранена стена верхнего города. Мы сейчас ее не видим. По нижнему гуляем сплошные башенки, а по верхнему их нет. Но они были и есть. Как и был, и остается рыцарский замок. Порой гости нашего города спрашивают, а где тут рыцарский замок в Томбе? Где он? В парламенту вперед. Но приходится это со стороны к парламенту православной церкви? Не может быть. Это не замок. Чтобы увидеть и понять, что это все-таки замок, нужно обойти с двапотной стороны и увидеть единственную стену с этой стороны, которая сохранила те старые черты. Ну, в виде нашего длинного Германа. А вот это, например, отражая врагов, струйт Данкерной башни, снизу ли еще во времена царственника Екатерины Великой. Ну вот. Интересно же, да? Необычно так видеть. А вот это что за Домское? Домский собор, перестроенный после пожара XVII века. Все здесь было перестроено. И на Томском появилась более с противоположной стороны западная высокая башня с часами и колоколами. А где у нас девичья башня? Кикенде-кёк? Давайте найдем. Правильно. Кикенде-кёк. Вот она крупная. Вот это девичья. И вот тут там садатского короля. Но со спосом, видите, сейчас мы сделали там удобный спуск, лесенку. Вот так вот неприступная споса поднималась как раз. И так же они именно с этой стороны пытались захватить гранищества здесь находящихся. не получалось никак. А вот это видим разделение. В XV веке, мы же сейчас в XVI, да? А в XV веке построена была стена вражды и две воротные башни. Одна из них называлась как? Короткая нога, а другая длинная нога. Потому что с рыцарем к морю не настоитесь. Можно было спуститься только двумя дорогами. Все закрыто. Видите, везде крепости. Значит, одна дорога покороче, другая подлиннее. Потому что длина получилась так. А где у нас тосты, Маргарина? Где море? Вот вам показывают. Молодцы. 1529 год. Она уже здесь есть. Потому что она на входе раньше времени этого макета. 1529 год. Никольская. Никольская. Никольская, а русская вы имеете? Потому что вылезть это тоже Никольская. Найдите. Очень простая. Тогда бывшая церковь была в заводе, так бы сказали. Вот это, наверное. Видите? Во времена. Видите? Маленький, как дурник стоит. Вот она такая была. Скромный русский двор. Часто она в том расцвела. И в XIX веке открыли архитектуру назад. Ну что ж, вы здесь можете, извините, еще сами погулять, посмотреть, понаблюдать по фотографиям. Итак, перед вами рожденный в 1530 году наш старый Томас. Символ нашего города. Кто же сейчас на ратуши находится? Его вынук, оказывается. Дело в том, что во Вторую мировую войну при бомбардировке светила фигурка, помялась шляпу, улетел флажок. Но нашелся добрый человек, который нарастил ему даже новые усы. Поднавил шляпу и собрался делать новый флажок, но тут городские власти решили отправить нашего Томаса на пенсию. Все-таки уже почти 500 лет он храбо город охранял и заслужил. И вот он сейчас здесь стоит и всех охраняет. Сделали нового Томаса, его сына, тот же рост, 99 сантиметров высотой. Установили в 1552 году. Но в 1696 году у нас случился сильный шторм, сильный ветер. И люди, которые не очень наблюдательные и не каждый раз смотрят в небеса или на шпили зданий, не сразу заметили, что Томас стоит без меча. Второй Томас крепко держал флаг, а вот меч у него улетел в неизвестном направлении. Так этот меч не нашли. Потом мы отдумались, опомнились, увидели наконец-то, что как это, где меч-то у Томаса, кто город будет охранять, пришлось срочно снять и побыстренько переместить в городской музей. Так что он там сейчас тоже на пенсии стоит, позеленелый от времени. Бедня мы не смогли позолотить. После военного периода очень не хватало средств. Ну, поэтому, видно, как не очень его качественно сделали. Но, как в почетном месте в городском музее. И потом уже сделали третьего Томаса. Позолотили, поместили на шпиль ратуши. И вот сейчас в наше рожденное в 97-м году Томас по-прежнему нас охранят. Ну, и надеюсь, в ваших домах будет мир, покой, радость, добро. Всех вам благ и все самое замечательное. Спасибо.